Салам алейкум, братья! Ну чё, короче, сижу, как я и обещал, записать в выходной день именно видосик по Голфарму. Сколько смотрел видосов в интернете, уже на самом деле нового, наверное, для вас ничего не открою. Но вот этот вот именно Голфарм, пассивный, так сказать, я думаю, он вам даст огромнейший прирост именно к добыче золота. Так что, ребятушки, не моргаем, чаёки в руки хватаем, печенюшечки и наслаждаемся видосом. Погнали! Как все знают, есть такая локация в Овсирусе, Толгород. В основном люди вот сюда заходят и фармят, опять же, дейлики. Это для вот таких вот колец, да, смотря какой ты класс, опять же, и вот такие вот аксессуары. Но мало кто замечал, что есть вкладка «Прочие», вкладка «Прочие». И тут есть две великолепные чарочки, ребятушки, две великолепные чарочки. А тут на самом деле их много, да, но я выделил на самом деле две их. То есть вот эти чарочки идут на шее. То есть что они вам дают? То есть наложение на ожерелье чарт позволяет получать собранные запасы руды с трупов врагов. И то есть это вообще неплохо, то есть шанс срабатывания при убийстве существует, ну, всяких мобчиков за четыре. А именно игроков двадцать. Вы, наверное, замечали, когда вы делаете тут квестики, и всякие роги вот эти вот, будь они неладны, и подбегают сзади, и вас пинают. А потому что они фармят с вас руду, или же травку. Это вот вторая, опять же, чарочка. Это идет дар собирателя. То есть вы также убиваете мобов, но вам может упасть трава. Но не стоит забывать, то что, чтобы купить эту чарочку, вам нужно сто двадцать почетных знаков толгорода. Где они берутся? Ребятушки, вот тут у вас ежедневно есть, опять же, дейлики такие. То есть хватаете вот эти вот дейлики, делаете квестики тут, и даете квесты, и получаете вот эти вот значки, так сказать, в толгорода. Вот, но это еще не все. После этого вы заходите в расходы мы и берете контракты. То есть вы много раз, наверное, в чате видели, допустим, на контракты нужен там ДД, танк, хилл и так далее. Вот это контракт они есть. То есть также вы ежедневно можете выполнять шесть штук. Это вот этот раз, вот этот два, вот этот три, четыре, пять, шесть. То есть вы берете этот контракт. Допустим, как в моем случае, я купил контракт. У вас он отображается в сумочке, как квестик. Вы на него нажимаете, и вы уже получите за него четыре значка. То есть вы поняли, да? Вы купили, грубо говоря, за два значка, получите четыре. То есть таким способом вы фармите вот эти вот значки толгорода. Если мне не изменяет память, то ежедневно вы можете фармить по 25 значков. Что я вам вот обязательно рекомендую делать вот эти вот делики. После этого, когда вы нафармли 120 значков, дар рудокопа или дар собирателя. Я себе поставил дар собирателя. Ну а что с этого выйдет, вы сейчас увидите, в принципе, сами. Самый удобный фарм, на мой взгляд, это, наверное, прям в центре толгорода. То есть тут мобов много, рисаются они очень быстро и не такие они сильные. Я на самом деле стою, просто-напросто заливаю вот этих вот мобов. Сложного, в принципе, тут нету ничего. И лутаю. То есть когда вы убиваете моба, у вас, опять же, есть шанс, что у вас упадет именно в сумочку вот эта вот лопата. В моем случае, потому что у меня чарочка идет на шею и может мне упасть лопата. Вот такие вот лопаты падают, так как у меня, я напомню, чарочка именно идет с собирателя. Вот, вам падают в сумочке при убийстве мобов вот такие вот собранные запасы. Вы их открываете и вот что мне упало. Мне упала тигрова лилия и упало два личи света. То есть мне по факту сейчас упало пассивно с моба 100 голды. Помимо этого, ребятушки, тут еще падает именно трансмог, который вы можете выставить на аукцион и также залутать голды. Второй спот у нас находится именно чуть-чуть ниже. То есть мы стоим вот вот здесь и за векауры вы, наверное, не видите, но вот я стою вот здесь. Вот это второй спот вот так, в принципе, неплохой, на мой взгляд. Он мне лично вот так же нравится. Мобы тут послабеет, конечно же, и убиваются они еще быстрее. Вот убил, грубо говоря, два моба и еще одна упала лопата мне. И вот тут уже мне упало 6 языков аспида и 3 золотого клевера. То есть еще, грубо говоря, это мне упало плюс 100 голды. И при этом я просто делаю делики и зарабатываю. То есть даже можно без деликов сидеть и убивать мобов и будете лутать голдишку, так сказать. Не прошло и 2 минут, грубо говоря, мне упала еще одна лопата. Вот тут уже упало мне 10 языков аспида. Это суммарно 120 голды. И упало 10 огнелистов. То есть 10 огнелистов это 420 голды, что я считаю неплохо. За 2 минуты вы нафармили буквально 500 голды. Ну а на этом все. Получилось вот такое вот видео по голдфарму. Я считаю, такой не самословатый видос. Но самое забавное то, что много людей не знает про этот способ голдфарма. Поэтому, ребятушки, пользуйтесь. Кому понравилось видео, ставь пальчик вверх, подписывайся и нажимай колокольчик. Ну и напиши в комментарии, как тебе видео. Возможно, где-то какие-то нюансы я забыл уточнить. На этом все. Всем спасибо за внимание и покедова.